Вот так, друзья, будет выглядеть блюдо, которое мы с вами сегодня будем готовить. Начинаем готовить! Всем привет! Вы снова на канале Утанюшки. И сегодня я предлагаю посмотреть, как я готовлю пермишель. Начинаем готовить! Вот такие ингредиенты нам понадобятся для наших макарон. Молотый черный перец, копченая паприка, смесь томат, базилик, чеснок, томатная паста, в нашем случае это сарделька, вы можете взять любое мясо, какое вам нравится, морковка, ну и самое главное это макароны. И сейчас мы начинаем с того, что нам надо нарезать лук. Лук я пополам, теперь половинку еще раз пополам и просто нарезаю вот такими вот четвертинками. Ну, опять-таки, не принципиально, если вам нравится мелко лук, можно нарезать более мелко. Лук готов! Берем морковку и натираем на крупную терку. Вот так, я думаю, это и достаточно. Ну, можно чуть-чуть еще добавлю. Но сильно много тоже не надо. На сковородку наливаем подсолнечное масло. Отправляем нарезанный лук. Вот так наш лук уже начинает немножко разогреваться здесь. И мы всыпаем сюда морковку. Вот так, скоро он будет прозрачный. И вот так отправляем морковочку сюда. Так, и сами займемся колбаской. Колбаску нарезаем тоже в произвольной форме, как хотите. Я, наверное, разрежу ее вот так пополам. Половиночку пополам. И, наверное, вот на такие вот кусочечки. Ну, вы смотрите, хотите, можно соломкой сделать. Ну, как вам удобно. Так, не забываем за сковородку. Помешаем. Все, лучок у нас уже подзолотился. И отправляем сюда нашу колбаску. Вот так. Все мы перемешиваем. Оставляем на секунду буквально. Этим временем открываем томатную пасту. Томатную пасту мы взяли 10 грамм. Но нам надо 2 столовые ложки. Это, в принципе, как раз эта паста. Ну, сейчас. Больше нам не надо, так как это не соус. Это паста. Паста более концентрирована. Так, ребята. А теперь смотрите, я что буду делать. Я беру свою вот эту поджарочку. Отодвигаю вот так вот ее в сторону. Вот так, в сторонку. Хочу сразу томатную пасту. Прямо вот сюда в масло. Чтобы она сразу у меня запечаталась. Вот, одна ложка. Вот так. Томатная паста более концентрирована, чем соус. Поэтому аккуратно, чтобы не было у вас кислое. Чтобы вы не перекислили. Вот так сразу ее сюда. Вот. Видите, она у меня даже поджаривается. Вот когда она поджаривается, не думайте, что она сгорела. Она, наоборот, лучший вкус приобретает. Вот этот земляной вкус помидора, он уходит. Поэтому не переживайте. Это все нормально. Так, все. Когда она в таком состоянии уже, я теперь могу смело перемешать ее с нашей поджарочкой. Вот так. Опа. И все перемешиваем. Вот когда мы немножко это все перемешали, добавляем стакан воды. Сразу все не выливайте, не спешите. Постепенно. Вот так перемешаем. И остальную. Постепенно добавляем. Вот так. И всю остальную. Все. Сейчас, как только водичка закипит у нас. Ну, не водичка, а вот это вот все. Весь соус этот, так его назовем. Как только закипит, мы сразу бросаем наши макароны. Все у нас прекрасно закипело. Бросаем столовую ложку сахара. Теперь щепотку соли. И наши специи. Это черный перчик. Можно взять смесь перцев. Это уже как вы больше любите. Это копченая паприка. Приблизительно чайную ложку. И это наши вот такие сухие помидорчики, чесночок, базилик. Тоже все сюда. Вот так. Тоже смело. Не меньше, чем чайная ложка. Хотите, можно столовую ложку. Так, и самый главный ингредиент, это наши макароны. Отправляем их тоже сюда. Вот так. Вот так. Все перемешиваем. Все перемешиваем. Вот так. И даем прокипеть, чтобы наш соус впитали в себя макарошки. Вот, друзья, прошло 5 минут. Рожки наши немного впитали весь соус. Видите, соус остался только на рожках. Но наши рожки не дошли еще нужной кондиции, поэтому мы берем еще воду и доливаем еще воды. Вот так. Вот так. И вот так. Еще приблизительно стаканчик воды. Не полный. Ну, больше, чем полстаканчика еще надо добавить. И все. И опять мы накрываем крышечкой. Перемешаем сейчас. И все это опять накроем крышечкой. И оставим еще приблизительно минуток на 5. Все, что надо, рожки впитают в себя. А то, что останется, ну, это будет нам на радость. Все, ребята, я перемешала. Накрываю крышечкой и оставляем. Вот, друзья, такое блюдо у нас получилось. Вермишелька напиталась вся с соусом. Сочная. Посмотрите, какая она. Не сухая. Она пропитана соусом. К ней абсолютно не надо добавлять никаких ни огурчиков, ни помидорчиков. В отличие от прошлого моего видео. Видите, она идет уже с соусом. Поэтому готовьте. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. А с вами была Танюшка. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok